Убокер для Абита. Ну, сигнатурный его тоже, он очень сильно. И, кстати, под Sunstrike нормальная комбинация. Да, много, много всего. Когда ты внутри своей команды, некоторые моменты пофиксишь, не можешь, да, то это никак не связано с соперниками. Пошел Дизрадшин, стрела по таймингу, все четко. Стан продолжение, ЕМП срабатывает, ФБН для Абита. Я слышал, опа-на, Борис. Это вторая смерть, да? И тут же решил вардик сломать, и Курьер пошел там. Да, навигаторы. Пытаются пробить. А, и вот иллюзия фейки блочит, посмотри. Да, да, они отлично будут блочить. Не знаю, будет ли там еще один бим, будет бим. Еще буквально пару тычек осталось, два стака яда. И этого хватает. В этом моменте Джеракс прям большой, молодец. Да, пока там вовсе стаков нет. Джеракс. О, есть башек, это килл. Ну, это фраг, может быть, да. Теперь, кстати, надо отсюда отступать. Потому что сейчас еще стан будет. Клилник, наверное... Там не особо долгий, поэтому просто отойдут, я думаю. Кстати, вкачал экзор на седьмом. Стрела. Прекрасная. Да. Меч из иллюзий. Старшторм. Забирают здесь Джекероса. Слишком простой фраг. Джеракс. Израбшина нет, но есть пять стиков рейндропы. Шторм спирит, надо быть здесь поаккуратней, потому что... Ну ладно, Джеракс они здесь добьют. Хотя бы, подожди, Бласс, пошел, Джеракс еще сражается дальше. А что там по дизрабшину? Он спрятаться не может? Не, он погибнет здесь. Но это вразмен на Шторма. Шторм-то тоже отправляется в таверну. Приходит сюда Фантомка. Неужто будет напрыгивать сейчас на... А, нет. Отдает ему просто уйти отсюда. Тем более поздно. Ну да ладно. Лилмик, она ходит, прячет, а там ответ. Там террорайз. Но он не попадает. Улд снэп. Продолжают травить. Бара в ловушку попал, судя по всему, за счет этих розочек. Слушай, а разберутся здесь, что дал демонам-то. Айсволд ставится. Подбегает сюда Найтфолл. В инвизи. Станщик. Дабл-эдж должен быть. Террорайзом еще попасть как-то надо. Убегает спирит брейкер на хайграунд. Слушай, по итогу ЕГ здесь просто потеряли Штадл Демона и ничего не забрали. Походи подальше, Торнадо. Попал-то ладно! Что? Прям пикселем там. Знаешь, это в моменты как с хуком бывает. Вот Пуджа, когда ты видишь, что он прям вот куда-то туда влево летит. Да, а на самом деле это чуть про вен как-то смещается. И вот в цель... Дальше идет спирит брейкер, а вот Шторм совсем просел 4 800. Джеракс. Спрятался. Стампит нажимается. Лилмик. Вайсфад попал. Выдать станчик. Так и есть. Стича из Дабл Эдж забрать здесь просто спирит брейкера. Шторма. Пожарили играть Шторму. Шторма, посмотри. Юл. Оптимейтики-то успеют? Да, успеют. ЕМП. Минус. Ну, все, Шторм теперь не может нормально. Фолл, очередная попытка найти Джакиро. И он его находит. И станчик есть, и Дабл Эдж имеется. Санстрайк. Этого предостаточно. Пошел Дизрабшин. Дальше еще в КГС. Ничего он же здесь делает. Сейчас будет еще стан какой-то. Ну, а не зря. Это же Кентавр. Есть Террорайз. Билник. По спине. Урон пошел. Ничего не работает. Пурдж. Станчик. Фейку тоже зацепили. Можно добавить урона. Погибает Фейка. Дабьют здесь также и спирит брейкера. Шторм ныряет. Хотя бы крита добить. Лип. Отпрыгивает назад. Правда, Урчит не в того прожал. Прожал Урчит Джерекса. Хотя фантомочка. Здорово. Даблкил. А то ли прекрасный. Правда, как теперь отсюда? Хотя он выберется, слушай. Чего ему бояться-то? Он сейчас еще и на Кентавра напасть может. ТП. Ну ладно. Понимает, что урона не хватит. Ну допустим поймают сейчас. Не, не поймают. Ой. Только его поймают. Стрела уже летит. Она и не понадобилась. Шторм погибает. Вот он Юл. Заходит в руты. Сейчас будет Бим. Стар Шторм. И Джекерош тоже погибает. Даблкил. Успевает Артизи и там и там фраг получить. Понимаю спирит брейкера. И никуда его отсюда не отпустят. Хотя тут убил Никол, попытка убить. Шторм ворвался в Юл. Джерекса. Приземляется. Есть Бим. Должен выпрыгивать отсюда. Слушай, спирит брейкера добью. Да, вот там Курьера сбил у крита. Это сейчас можно Аллахрити просто накинуть. Ворвались в Инвокера. А где Дизрапшн? Только сейчас нажимается БКБ. Добили. Ну, ладно, конечно. Там в Сайленсе был Джерекс. Ну, это потом он был в Сайленсе уже. А в момент врыва Инвокера он просто на дистанции был слишком далек. И просто не дотягивался Дизрапшном. В итоге Инвокер погибает. Ушибся, получается. Слушай, я не думаю, что это прям ЕГЭ сильно остановит. Потому что башня уже упала. И головы начинают работать сквозь бараки. И любому, кто сейчас будет сюда подходить. Вот как Джекиры, например. Они очень больно будут получать от них. Потому что Артур еще взял талант на уменьшение демэджа с Глэйвов. Как раз таки. Шторм опять полетел. И вот он Саба Еул, на который его словили. Тут, правда, продолжение счет героев. Да, бим будет. Этого достаточно. Гоняется за Шадл Демоном. Станчик. Эклипс. Вправляют в таверну. Можно, наверное, нажимать байбэк. Иначе тебе просто сейчас вторую урон. А, трипл килл. Может быть, Юла откатится. Санстрайк. Санстрайк там не хватит урона. Мало ли как. Хотя убедили Артура в топе. И сразу же нападение от Шторма. Но у него-то БКБшки нет. Поэтому, скорее всего, здесь будет очень быстро погибать. Хотя, погоди, мана есть. Вот в том-то и дело, что ее хватило. Он тоже, чтобы сделать маленький рыбок. А вот нажимает. Блэкинг Бар. Метеор падает. Фейки неприятны. Он ее сбривает. Не уйдет отсюда Джеки Рос. Байбэк пошел от фейки. Джерард еще и спрятался. Пытаются размотать здесь Лилника. И... Успешно. БКБшки нет. БКБшки нет. Я думаю, это финиш после байбэка. ГГ. Моли написать. Ну... Вообще, вот, наверное, такой игры от ЕГЭ мы и ждали на протяжении всего сезона. Но... Они нам показывают только после того, как заработали уже большое количество поражений. И вот сейчас включаются, скажем так. Но, опять же, очень трудно оценить их уровень игры. Потому что играют они против ребят, которые тоже всем проиграли. Видишь, они вайпер убрали, потому что он реально здесь неплохо заходил. Клопа. И клопа, да? Клопа. И что? Что скажем? Сейчас я приклопну. Очень интересные драфты у нас получились с обеих сторон. А тут Ботл уже приехал. Приехал, да. Соконтролил Юштадт ФБ будет. Ру-йо-йо. Кортик. А у него Стрим оф Пейн. Должен там же через секунду касс будет. Дайпи Тюни, говорит, иди в таверну. Джеракс. Уже после телепорта вот так вот откисает. Там фейтбол через секунду будет. Станчик пошел. Там у Телекинез есть. И, наверное, все это хватит. Чуть-то он туда-сюда мансит. И по итогу мог бы просто убегать. Да, он Рубика на себя отвел, но... Это устраивает. Тут хорошая манса. Опять же таки живет под тангусом. Еще варту успевает поставить. Я думаю, Фли этого не видел. Телекинез захинул. Правда, за Стане у Эншитов еще... И они еще и на него сагрились. Так сейчас можно на развороте играть-то. А что это за Б? Фли! И посмотри, там ауешная тычка у дракона работает. И как раз таки она его и забирает. Но файт был знатный. Ты знаешь, как он с Телекинезом сагрил? Такой дракон. А мы все видели, собственно, кто эту движуху начал. Да, да, да. Дракон уже провоцируется на того, кто, скажем так, причинил им вред. Под тактимом шарды? Ну вот о чем я говорил. Погоди, а как погиб Джеракс? А, от вышки, наверное, килл зачитал у Рубика. Все, понял. Я думал от крипов. И почему-то фраг достался Рубику. А, там пытаются забрать все стаки. Погоди, да, тут нападение. Еще и стаки можно забрать. Упси. Оли пытаются нагнать. Есть станчик, подходит сюда Тайт. Надо бы сейвить. Как-то Бим пошел. Надеть тиммейт у Джеракс. Продают его. Забирают все стаки. Но не пошел сюда Войт Спирит. Побоялся, наверное, Тайт Хантера, который может реверч нажать. Да, теперь можно атаку совершить. Метеор. Падает. Тайт. Шарды. Панч. Что реверч нажимать, наверное, толку нет. Не-не-не. Не выживет этот. Никого нет рядом. Я думаю, там все со станопа выходят. Через степа его Аббит настигнет. И если надо, еще Найт Фолл, ульт он шваркнет. Поэтому супер. У ОД больше. У ОД фраги получает. Да, на Джеракс опять атака. Это должен быть легкий фраг здесь. Он погибает. Но слушай, Медузка топ-3 по Натворцу. Посмотри на Луну. У нее 4 300. Вот она явно что-то не дофармливает. Так, а если Блин Курье? И, по-моему, уже тратил. Вот тут будет, да, легкий килл. 6 секунд еще на кулдауне. Можно надбивать. Тут Скару еще фраг достается. Он там за Джеракс. Смотри, сейчас подлою дрюю. Да. Станчик еще и Мультикасс заходит. В продолжение контроля через панч. Карапасы нажимаются. Можно с Ноуболом продолжить. Забирают Квапу. Так они могут, на самом деле, и Никса забрать здесь. Потому что его отрезали шардами. И что он может сделать? Ничего. Подходит Огр. Игната бы закинуть для замедления было бы уже неплохо. Но все в КД, как я понимаю. Все потратили на Квапу. Да какая разница? Опять выход в смоке. Тубейс заканчивает тем, что у них убивают кор-героя. Ни одного. И ни одного. Это же ни одного Саниквейва. И через панч забирают. Фраг достает в Криту. Для Рошпита. Саниквейв пока в таверне. И хочу сказать, что уже дамеджа не хватает у тебя уже. Схватили. Что-то где пошли. Через панч. Можно еще и Сноубол нажать. Может быть Реведж клацнуть. Да, пошел Реведж. Хотя бы кого-то забирают. Это именно Крит. У Найтфолла Аегис. Его уже как бы трогать по файту не хочется. Вот, да. И здесь еще нападение на Тайда. После Реведжа, понятное дело, никуда не уйдет. Вот Лилник будет погибать. Да, проводили его. Клопа. Есть телепорты. Продолжается контроль. Здесь уже Туск. Да не, ей тут невозможно играть уже. Ты даже не знаешь, где появиться. Тебя с Юллом цепляет любой герой. Кстати, Луну могут тут не отпускать. Потому что, да, у нее есть БКБ. Но мы понимаем, что Тускар сбивает телепорт сквозь него. Можно Сноубол нажать. Для начала, да. Там под контролем через... Сейчас если БТП он нажмется... Ой, зря он... А, ну, хватит. А, да, то есть плюхи хватило. Вот так вот все происходит. Абосик вопа останется его колотить здесь. А тут, глядишь, и тиммейты подойдут. Вот он, стан. Мультикаст, правда, не подходит. Контроля твой спириты не зацепили. Но и Джераксу уже ничего не грозит. Астрал продолжает преследование. Фли, наверное, не уйдет отсюда. Очень неприятно ему. Если ОД еще одну тычку даст... Вот она, да. Там суммарно минус 3 по разным частям карты. И вот он... Чистым уроном. Оу, интересно сделал. Ты понял, да, что замутил? Нажал как с ПЛом работает. Ты нажимаешь на него шарик. И ждешь, когда он литр минус. Перед оппельгангером, да, например. А я вчера так же делал. О! То с кари. О! На стриме. Так что... И я понимаю, как это работает. Тоже против Копа играл, который ни разу за 25 минут. Ну, Соник Вейв тебе не надо. Нет, он давал. Соник Вейв. Соник Вейв. Ходит с Заггера. Там у него гем, кстати. Тиммейт может подтянутся. Ну, вот он Сноубол. Давай, реверд шлепи. Да пора. Вот он, Соник Вейв попадает. Он попал? Попал, попал. Ладно. У игроков все еще есть Рошан в опционале. ТП будет забивать. О, жорстка. Кстати, можно через ревердш напасть. Маны не так много. Вот Сатаник должен нажимать здесь. Да, Уэцбирит запрыгивает. Никса законтролили. Пошел Эклипс. Астрал. Засейвили здесь Медузу. Все замерзли. Добивает там уже Фли. И, товарищ Абит, очередной Астрал. Я не знаю. Они просто не могут добить Медузу. Появляется Артизи. Начинает настреливать. Гуд гейм. Вэл плейд. Ну, пусть такого обычно и пишут. Когда ты вбросил все ресурсы в убийство Медузы, а она два раза в Астрале посидела. Немножко не понимаю, почему кнопки нельзя нажать до того момента, пока вот ОД начнет прятать кого-то. Ну, знаешь, уже займет позицию. Конкретно начнет фокусироваться на каком-то героя. Но, я думаю, вопросы уже задавать не в этой серии, не этой команде. Потому что ЕГЭ тут прям без шанса. Раскатали 2-0.